Как у десяти пачек жевательной резинки. Так что решайте, приобрести замечательные инверсионные изделия или в прямом и в переносном смысле жевать резинки. Продукция высоких военных технологий. Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер, господа! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в наш русский дом. Сегодня в России день национального траура в связи с кровавыми, страшными событиями в Буденновске. Сегодня и очередная годовщина начала самой кровавой и жестокой, которую пришлось вести России войны, Великой Отечественной войны. Об этой войне написано много, но, на мой взгляд, одно из самых пронзительных стихотворений об этой войне, одно из самых лучших стихотворений о войне, стихотворений завещаний тех, не пришедших с войны нам, ныне живущим, это стихотворение Александра Трифоновича Твардовского, которому исполнилось бы 85 лет. Я убит под Оржевом, я убит под Оржевом в безыменном болоте, в пятой роте на левом, при жестоком налете, нам свои боевые не носить ордена, вам все это живые, нам от рада одна, что недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать, вы должны были, братья, устоять, как стена, ибо мертвых проклятие эта кара страшна. Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой, где-то воины, где вы, кто остался живой? Многим он хорошо знаком, и по концертам, и по участию в митингах. Чем ближе полувековой юбилей Победы, тем больше о нем, как и о всех ветеранах, будут вспоминать. А когда юбилей пройдет, то Иван Трофимович Теркин натянет лямку своей будней жизни. Да-да, Иван Трофимович Теркин, однофамилец известнейшего персонажа, да и не только однофамилец. Очень близки они и по жизни, своим характером и духом. Иван Трофимович и в будни стремится дать людям радость и ощущение праздника, независимо от юбилеев. Ездит себе со своим автомобилем, так он называет тележку, по трофейной аккордеону, на концерты, в больнице, в детские дома, к инвалидам, ветеранам войны. Побываем и мы на одном из таких рядовых концертов Ивана Теркина. Разрешите обратиться и по форме доложить. Прибыл я, как говорится, чтоб народу послужить. Был военный, был и штатский, но устав не забываю и скажу вам по-солдатски, здравия желаю! Бьется в тесный печу и огонь. Попивайте меня! На поленях смола, как слеза, и поет землян и гармонь, но улыб пою и глаза. Песня о горячей нуля. Будьả Mossy. А вода тревожье с eachwood и стихно-250 Ты вальс, осенний сон, Грай гармонист. Взлетают жалуясь басы И снова забыли. Сидят и слушают бойцы, товарищи. Они под этот вальс весенним днём Сходили мы на круг. Под этот вальс краю уродло. Люди мы подруг. Иван Трофимович играет на аккордеоне ещё с войны. И так всю свою жизнь. Прошёл её рядовым солдатом и рядовым артистом. А ведь провести концерт в доме для престарелых – это ой, как непросто. Многие даже родственники сюда не заходят. Такое уж у нас отношение к старости. И чем больше говорили об этом с трибуны, Тем дольше от этих людей, от их проблем, болезней и забот отодвигались. Тут посложнее, чем в окопах. Нас всё реже вспоминают. Просьбы наши не слышны. Избегают, забывают. Демократы, коммунистов забенили. На местах что-то разницы не видно. А в их поступках и делах Затыгинает, мол, куда-то садегим. Тражданам, щи-чи-города, я убираю. И часто у вас бывают такие концерты? Часто. Я себе не даю покоя. Пока месь бьётся сердце, Я стараюсь донести до людей Тот огонь, в который во мне горит. Чтоб и люди этим огнём Тоже зажглись и дышали вместе со мной. Трудное время поддержать Дух приподнять у людей. Это самое главное сейчас в наше тяжелейшее время. А как вам самим-то живётся? Ой! Здесь двояко. Есть в квартирных условиях Семь человек на двухкомнатной квартире. Есть такой герой, защитник Брестской крепости Из Ускута, Который так же бился, бился и ничего не добился. Приехал в Москву и в Москве, правда, не нашёл. Поехал в Брест, пощупал своими руками Те камни крепости И бросился под поезд. Мне, что ли, остаётся этого сделать? Ну, а Россия от этого не выиграет. Это что же у нас за власть? На приём к ней не попасть Ни к префекту, и ни к мэру, Не говоря уж о премьере. А в народе Зреет страсть. А нужна ли Такая власть? Так играй, гармонь, Да своих ли не торвай, А по чужиму гармонь, Открывай огонь. Если принято решение О защите населения, Значит, надо понимать. Цены будут поднимать, А ты играй, гармонь, Да своих ли не торвай, А по чужиму гармонь, Открывай огонь. А по чужим гармонь, Открывай огонь. Вы, наверное, обратили внимание, Что сюжет этот снимали мы ещё раньше. И вот, к сожалению, Иван Трофимович Тёркин, Наш добрый, хороший друг, Он сейчас в больнице, В тяжёлом состоянии, И уже не может играть На своём аккордеоне. Но Сердце его бьётся, Как бьётся старого солдата, бойца. И мы, конечно, Очень бы хотели, Чтобы Иван Трофимович Вышел из больницы И Сыграл бы ещё нам на аккордеоне. А что касается квартиры, То по решению Московского правительства Выдали его семье квартиру, Правда, так далеко в Зеленограде, Что, к сожалению, Семье пришлось отказаться, Чтобы не уезжать отсюда. Ждут другого варианта. Может быть, Может быть, дождутся. Если дождутся. А сейчас, Уважаемые друзья, Вы встретились с человеком, Встречи с которым Вы Нас часто просите. Этот человек Хорошо вам знаком, И мы рады, Что вы с ним Снова встретитесь. Совсем недавно в Москве В колонном зале Дома Союзов Состоялся концерт Исполнительницы народных песен Татьяны Петровой И Академического оркестра Русских народных инструментов Государственной телекомпании Останкино Под управлением Народного артиста СССР Николая Некрасова Концерт был посвящен Пятидесятилетию Парада Победы на Красной площади. Поэтому здесь Вы увидите И седых ветеранов И бойцов, что в строю И людей, Которым выпала нелегкая доля Увидеть лицо войны Не только на фронте. А сейчас Все они в ожидании праздника. Праздника встречи С любимой песней С любимой певицей. Своё выступление Татьяна Петрова Начала с песни, Которую посвятила Русскому полководцу Маршалу Жукову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Петрова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ах, кто же из нас Не знает эту трагическую историю? Эту родную до боли мелодию, Что поднимает Из глубины души нашей Все то, что лежит до поры Невостребованным ценным грузом. Пока в городской суете Мы спешим по делам Мимо ярких реклам, Мимо шопов и супермаркетов, Мимо шоу и порно, Мимо Дэнди и Барби, Мимо Пепси и Херши. Но лишь зазвучит эта мелодия, И незримая нить Тянется к нам из прошлого, И, слава Богу, Не дает забыть, Кто мы, откуда. А таких песен В репертуаре Татьяны Петровой Не сосчитать. В репертуаре Татьяны Петровой Татьяны Петровой Не сосчитать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это Курганский Олег Алексеевич, Иссовол по связи с Русской Православной Церковью, Родом с Восьмидведевского округа. Ваши впечатления о концерте? Отличный голос, Удивительнейшая женщина. Казаки очень любят Татьяну Петрову, И мы неоднократно уже посещали ее концерты, А сегодня ее специальный концерт, Поэтому мы тоже пришли послушать эти удивительные русские родники. Голос прямо как колокольчик звенит из Донской степи. Ой, кумушки, умейтеся, умейтеся, да любитеся, Вы пойдете в зеленый стад, Возьмите меня, Вы будящи веночками, Возьмите меня, Вы пойдете к реке Дунай, Возьмите меня, Вы будя и венки в аду пускать, Пустите, мой, Ваши венки по верху плыли, А мой на дно пошел, Ваши дружки с войны пришли, А мой за ней пришел. Русская песня сама по себе праздник, А когда это в таком исполнении, Некрасов и Петрова, Это вдвойне праздник. Мы здесь всей семьей, И нам действительно сегодня очень приятно, Что нам подарили такой замечательный, Великолепный праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Этим путем, ищущим вечного, нетленного, вели русский народ, его святые, являющие собой пример Вспомним только первых из них Великая княгиня Ольга, ее внук Владимир Креститель, воин и политик Александр Невский, первый летописец Нестор Наконец, просветитель и наставник русской земли Сергий Радонежский, который благословил на подвиг Дмитрия Донского А младший их современник Андрей Рублев запечатлел духовный подъем Руси Все они святые, которые осеняют нас и молятся за нас перед Богом К празднику всех русских святых готовится не только, конечно, православная церковь, верующие Но и готовится ваша газета, например, «Православная Москва», как и наша программа Вот как вы этот праздник отмечаете? Да, мы стараемся нашим читателям рассказать о всех праздниках, которые происходят в течение церковного года Нашей русской православной церкви Праздник всех святых в земле российской просиявших, он относится, конечно, к числу великих для нас праздников Потому что мы чествуем в этот день и молимся в этот день всем святым, которые породят наши русские... Сколько шесть было, ведь журналисты все знают Ну вот в настоящее время русской православной церкви канонизизированы 410 святых День всех святых в земле российской просиявших приходится на второе воскресенье после Троицы Пятидесятницы В этом году мы празднуем его 25 июня 25 июня, в этот день, в 1812 году, Наполеон вместе с войском перешел Неман И началась Отечественная война 12 года В 1941 году День всех святых в земле российской просиявших должен был праздноваться 22 июня На рассвете этого дня фашистские войска перешли нашу границу Случайны ли все эти совпадения? Случайны ли все уроки отцов церкви, все пророчества наших великих писателей и мыслителей? Думается, что нет Вот на месте этого храма в 14 веке стояла деревянная церковь Дмитрий Донской молился здесь, отправляясь на Куликово поле После победы на Куликовом поле здесь был возведен уже каменный храм Всех святых земля российской просиявших То есть всех воинов, всех имен, которыми полнится русская земля Это один из самых демократичных и наших всеобщих храмов Потому что сюда может прийти любой эмирек и помолиться своему святому Благо, что этот храм теперь внутри реставрирован И давайте зайдем в эти распахнутые двери церкви Если мы оглянемся на историю нашего Отечества То повсюду увидим следы воинской доблести и гражданского мужества Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества И гнушайся врагами Божьими Эта знаменитая формула московского митрополита Филарета Стала девизом для русских людей Война есть война Она несет страдания, боли, смерть Но если она уже подошла к порогу твоего дома Извне танковыми клиньями, как в 41-м Или изнутри, издеваясь и бандитствуя, как в 94-м Нельзя спрятать голову под одеяло Это не поможет 1917 год Солдаты бегут с немецкого фронта Пользуясь поцарившимся хаосом Рассчитывая спасти свою жизнь 1918 Война вымела этих солдат снова на поле брани Но уже на поле брани братоубийственной войны 1989 В холодной расчетливой политике Запада Советское руководство противопоставило мягкую Идущей на компромиссы линию И вся Восточная Европа С Черного до Балтийского морей Сплелась в клубок кровоточащих конфликтов Вы ведь своими крамолами начали наводить поганых на землю русскую И за раз привить стало насилие от земли половецкой Эти слова и слова о полку Игореве Вспоминаются сегодня, как никогда Трусы обвиняют героев Это вы ввязываетесь в любую драку До всего вам есть дело И под монголами держать можно И Наполеон не съел бы И Гитлер не напал бы Веди мы себя потише Рассуждают так, как будто зло Сейчас же исчезнет Если сопротивляться ему не будем Против таких воззваний Подымает голос русская история В лице своих подвижников Владимир Мономах, собираясь в поход, обращается к удильным князьям Странно мне, что вы поселян и лошадей их жалеете А об том не подумаете, как весной начнет поселянин пахать лошадью И приедет половчин, ударит поселянина стрелой А лошадь его возьмет себе Сегодняшний половчин Ударяет пули Из-за спин женщин и детей А нынешние удильные князья Видно, забыли восточную мудрость Мягкостью не сделаешь Врага другом А только увеличишь его притязание Еще говорят, что воюем плохо Числом берем Нарожен лезем Вот что отвечает на это комнатным стратегом Маршал Жуков На войне не может не быть потерь Но если мы сейчас из-за этих потерь и из-за сложностей Отложим выполнение своего плана То или не выполним этот план вообще Или выполним его с громадным промедлением и с громадными потерями Которые из-за нашей нерешительности в конечном итоге В 10 раз превысят те потери, которые мы несем сейчас Действуя решительным образом Мой дед воевал в Порт-Артуре Он воевал и хотя бы, как говорится Земли у него не было А он воевал за родину, за отчизну Отец Я добровольно ушел в 17 лет И я не знал Как это? Я боялся, если меня только ранят и возьмут в плен Как пришлют матери письмо или извещение Что тут твой Иван пропал, что ли? Плохо воевал Слова Ивана Ивановича Копылова, участника сражения на Прохоровском поле Напомнили о том, как тяжелый тернист был исторический путь России Почти все войны ее оборонительные Были и завоевательные походы, когда терпеть жестокость и наглость соседа уже не хватало сил Русские вошли в Чечню в 1994 году так же, как они вошли 450 лет назад в Казань Где томилось 100 тысяч русских пленников Десять столетий России наводнены нашествиями на племенников и интригами иноверцев Отвергая православные заповеди о милосердии и нестяжании Фрак рвался устроить земное бытие человека по образцу звериной стаи Жестокой, алчной и беспощадной И, похоже, уже близок к цели Весенний призыв 1995 года Мы как-то разговаривали с ним Он мне сказал, что он гордится своим дедом, ветераном войны Который прошел всю войну И отец у него офицер Но Кирилл совсем другой по характеру Так что, каждому свое Нету сейчас родины А куда же она делась? Андрей, куда она делась? Я бы работал на заводе Вот я ушел из завода Дед мой работал Все мои родители работали на заводе Какой сейчас завод? Нет, ну а родина? Вот она, вот она, вот она, родина Клин, да? Я не могу ничего сделать Я вам плотинки, я не могу купить, наверное, на свой запор Вот она, родина Кого защищает? Россия за свою историю Пришлось воевать немало Почему? Этот вопрос мы задали тем, кто был ранен на последней войне Вместе с актером театра и кино Георгием Назаренко Русский дом приехал к ребятам, раненым в Чечне Они находятся на лечении в госпитале Московского военного округа Россия воюет, во-первых, из-за своего богатства Россия вообще, она издавна славила своими богатствами Многие хотели бы, ну, урвать просто хороший кусок себе Из-за этого В принципе, сейчас все западные страны высасывают из России, так сказать, соки Вкладывают деньги сюда и высасывают там Полезные ископаемые, нефть, забесценно все Можно сказать, что из меня высасывают Евгений Круглов, раненый в руку осколком от разорвавшейся мины Не читал толстых американских журналов В которых события в Чечне рассматриваются как начало второго расчленения Уже не Советского Союза, но России В результате которого от нее должен остаться один обрубок Не слышал о директиве НАТО ввести миротворческие силы в регионы этнических конфликтов От Атлантического океана до Уральских гор Но он видел, как останавливаются заводы и затухает жизнь в его родном городе И видел войну А к раненому в ногу Роману Чащину не может приехать и щелябинская мама Потому что нет денег на билет И ему тоже не надо ничего объяснять И вот я хотел вам исполнить песню одну Которую почти никто не знает Никто не знает Она потерянная песня Ее пела моя мама Она была на фронте Сама она ростовчанка И вот из Ростова она уходила на фронт И вот была такая песня Больше я ее не слышал ни от кого Кроме как от своей матери Я хочу ее исполнить вам Вот в этот день Когда мы покидали свой родимый край Мы молча уходили на восток Над синим доном Под старым кленом Маячил долго твой платок Изрытая снарядами стонала стень Стоял над Сталинградом черный дым И долго-долго у грозной волги Мне снился дон и ты над ним И долго-долго у грозной волги Мне снился дон и ты над ним Сквозь бурю и метелицу прошел февраль Как праздник завоеванный в бою И вот мы снова у стен Ростова В отцовском дорогом краю И вот мы снова у стен Ростова В отцовском дорогом краю Так здравствуй, посидевшая любовь моя Пусть кружится и падает снежок На берег дона, на ветку клена На твой заплаканный платок На берег дона, на ветку клена На твой заплаканный платок И снова покидаем мы родимый край И поезд нас на запад повезет К Днепровским кручам, к пескам сыпучим Теперь и на Днепре наш дом К Днепровским кручам, к пескам сыпучим Теперь и на Днепре наш дом Какая песенка? Есть, что защищать? Нам? Молодые. Нам есть. Что? Отцов, матерей. Своих. Тех же братьев, сестер. По рации выходили чеченны к нам. Они там предлагали, там, сержант Иванов, стреляй в своего офицера, иди к нам. Такие вот были у них все время позывные к нам. Что-то не бросать, если ты пошел сражаться за свою родину. Что-то не было дезертирцев, бежать куда-то. Православное воинство еще необходимо России. Война есть война. Она несет страдания, боль и смерть. Но она становится страданием вдвойне, если враг остается безнаказанным. Ведь поддаться насилию, значит отрицать Бога вместе с насильником. Противостоять насилию, значит оставаться человеком, образом и подобием. Сегодня гость русского дома, Дмитрий Олегович Рогозин, председатель исполкома Конгресса русских общин. Дмитрий, какое вот сейчас у нас положение с русскими? Вообще по всей территории бывшего Советского Союза положение, конечно, русского народа более чем печально. Потому что сегодня можно уже четко сказать, что русские являются разъединенным народом. Но дело даже не только в том, что сегодня русский народ потерял каждого пятого своего человека за пределами национальной территории. Сегодня проблема еще стоит и в том, что русские не едины и в самой Российской Федерации. Я вам даже так скажу, вот последние наши встречи, поездки по стране показали, что русские, проживающие в Краснодарском крае, совершенно не похожи на русского в Красноярском крае. Это совершенно разные люди, как будто это разные представители разных народов. Но есть еще другие печальные факты. Во-первых, то, что сегодня, мы посмотрели сейчас эти с вами кадры, и видим, что сегодня страна и народ русский оказался в ситуации, когда он вынужден воевать на своей собственной территории и, честно говоря, со своими же соотечественниками. И вот вопрос-то возникает, а как и кто виноват в том, что сегодня в России настолько сильны такие силы, которые стравливают между собой народы России и используют потенциалы русского народа для фактически введения, скажем, Третьей мировой войны или гражданской войны на своей собственной территории. Вы согласны с утверждением, что сейчас идет такая вяло текущая Третья мировая война, и Россия, русский народ в ней проигрывает? Я надеюсь, что мы не проиграем эту войну, потому что сегодня, вот в условиях этой страшной беды, трагедии, я так думаю, что если сегодня русские не объединятся, не смогут найти понимание того, что только в единстве сила и не найдут диалога и общего языка с другими народами России, то действительно-то они будут русских. Но с другой стороны, вот даже на примере нашей организации, Конгресс русских общин, мы смотрим, как люди сами в условиях, когда происходит разрушение государства сверху, они начинают объединяться снизу. Вот эта стихийная самоорганизация русских, это серьезная надежда. Кто кроме нас? Вот этот лозунг, который сегодня мы берем на вооружение. Но есть еще одна проблема, вот вы говорите, Третья мировая война, ведь вопрос уничтожения народа или его геноцида, ведь это дело не только в физическом истреблении, в гражданских и других войнах, это еще вопросы вымирания. Вы знаете, например, страшные цифры? Русских только за первые три месяца 95-го года умерло 900 тысяч человек, почти миллион. И если так дело пойдет, то к 2010 году количество русских в Российской Федерации сравняется с количеством нерусских народов. Вот вы знаете, вот сейчас эта трагедия в Буденовске, вот эти бандиты, бандиты Басаев и его, как говорится, совподельники приехали, расстреляли, и, кажется, людей беззащитных просто стреляли, сознательно стреляли, а потом давали шоколадки. Знаете, как вот немцы раньше тоже давали шоколадку и отправляли в концлагерь. Так вот, кажется, бы мог человек, русский человек ожесточиться на это. Вот посмотрите, что сегодня произошло. Вот сегодня подмосковные наши дети собирают учебники, чтобы отправить их в Чечню. Сюжет небольшой, Дмитрий Олегович, ну посмотрим. В Чечне гремит война. Ураганом она прошла по-грозному и перенеслась на окраины республики. Может быть, поэтому ребята, пережившие страшную зиму на линии огня, не любят играть в войну. Уникальные кадры. Чеченские и русские мальчишки помогают учителю найти предметы школьного обихода. Плакаты, физические приборы. Ребята хотят учиться, а не воевать. О детях Чечни рассказала в майском выпуске передача «Сорока». Посмотрели ее и ученики школы-гимназии номер 7 города Лыткарина. Посмотрели и решили помочь своим сверстникам. Ребята собрали полторы тысячи учебников по математике, литературе, другим предметам. Вот такая детская дипломатия, под которой можно и улыбнуться, если бы не горе и траур этих дней. Сегодня старшеклассники Лыткаринской школы-гимназии привезли свой подарок на Казанский вокзал. Министерство путей сообщения в поезде «Москва-Грозный» выделило купе для этой необычной посылки. Пусть учатся дети. Пусть учатся дети. Да. Чего пожелаете, ребята? Чтобы не было таких войн, которые идут сейчас, чтобы все жили по-хорошему и не было войны на земле. Три часа назад поезд отправился к южным границам России. Счастливые ему дороги. Вы знаете, вот эти дети, которых сейчас мы увидели, они более честные, более умные, чем политики, которые создали чеченский конфликт. И давайте вспомним, с чего все началось. Кто взрастил Дудаева, кто вооружил его, кто спокойно смотрел на то, что 300 тысяч русских людей выехало с 91-го года с территории Чечена-Ингушетии. Никто тогда об этом не говорил. Я вот видел белую книгу по Чечне, издевательств и геноцида русского народа, русских людей в Чечне. Это же там огромное количество фактов приводится. Вы знаете, трагедия еще в том, что ведь гибнут и мирные чеченские люди. Вот в чем страшное дело-то. И вообще я не думаю, что здесь в этом конфликте виноват чеченский народ. Нет законов в стране. И эти законы на самом деле навязываются силой. Тогда, когда русских же мальчишек используют в бойне при мафиозной разборке. За ту же самую чеченскую нефть. За те недра, которые есть на земле Чечни. Но давайте вспомним. Ведь там жили всегда мирные русские чеченцы. И многие чеченские города, так называемые чеченские города, они многие имеют даже русское название. Урус-Мартан, Толстой-Юрт, Грозный. Так что здесь ситуация крайне тяжелая. Это все правильно. Я согласен с вами. Но когда знаешь о том, что своих бандитов Басаев посылал в Афганистан, в Пакистан, в Иран учиться воевать, и их готовили там, понимаете, тут тоже трудно говорить об этом. Я согласен, Александр Николаевич. Но здесь вопрос ведь тоже еще в том, что, ну хорошо, а где же тогда российская власть, которая спокойно смотрела на то, как выращивается государственный мятеж на ее собственной территории, активно потакает выращивание этого государственного мятежа. А как же могли ехать боевики, обучаться в другие страны? И как же тогда смотрел на это российское правительство или президент, а теперь наводят порядок конституционный с помощью, опять же, русских парней, которые гибнуты, которые инвалидами сейчас показаны в этой больнице. Это страшное горе. Я думаю, что на самом деле в интересах русского народа сегодня прежде всего лозунг «Мир народам». Это наша задача. Россия всегда формировалась как многонациональное государство, и русские, которые составляли 82%, сегодня составляют 82% всего населения, несут на себе главную роль государствообразующую. И у нас масса возможностей сделать в стране порядок, спокойствие и мир, и совсем не таким путем. Кто заинтересован больше всего в том, чтобы сегодня столкнуть лбами российские народы? Кто заинтересован в этих потерях русских, в той же самой Чечне? Кто заинтересован в том, что чеченскому конфликту дается некое обличие межконфессионального столкновения? Давайте вспомним, а может быть это не только наш внутренний конфликт, может быть кто-то за наш счет решает свои собственные проблемы, сталкивая народа России в гражданской войне, а потом уже рассматривая Россию как некий плацдарм, действительно, для ввода миротворческих сил. Ведь хаос в ядерной стране, наверное, это предмет для того, чтобы поднять вопрос о вводе натовских сил даже, так сказать, в Россию. И об этом есть у нас документы. Да, об этом сейчас часто говорится, и в Конгрессе США можно услышать выступления политиков, которые вообще рассматривают даже природное богатство, природное сырье как достояние всех и вся. Вы знаете, вот вы сейчас сказали о том, что кто-то сознательно разжигает межконфессиональные столкновения. Вы провели Союз народов России. Да, совсем недавно прошел Съезд народов России, где мы учредили движение Союз народов России. Вот вы принесли сюжет, давайте мы покажем нашим зрителям этот сюжет. Учредительный съезд общественного движения Союз народов России проходил в Москве в то время, когда в Буденновске разгоралась трагедия, пришедшая на землю Ставрополье в результате национальной политики властей, заложниками которой сегодня может быть каждый, живущий в России. Не допустить разрастания межэтнических конфликтов на территории России можно только в условиях согласия государства, народов и общества. Находить эти новые пути согласия – цель общественного движения Союз народов России. Его инициаторами выступили Конгресс русских общин, национальные движения России, общественный комитет, согласие ради Отечества. Противоречие, различие и споры между народами утратят значение только тогда, когда мы осознаем, что исторически обречены на общую судьбу, звучало с трибун съезда. Возглавил движение председатель Национального совета Конгресса русских общин Юрий Скоков. Наша сила в нашем разнообразии. Именно исходя из этого и с учетом реалий сегодняшнего дня вытекает требование к сути новой России, нового российского государства. Это принципиальный новый тип диалога цивилизаций, культур, этносов, конфессий. Съезд принял решение включить своих кандидатов в депутаты в Госдуму на предстоящих выборов в избирательный список Конгресса русских общин. Вы знаете, вот этот съезд, он внушает некую надежду. Да, действительно, в эти дни проходит страшная трагедия в Буденовске. И одновременно проходит съезд народов России, который дает надежду на то, чтобы это больше никогда не повторилось. И именно инициатива должна в этом отношении принадлежать русским, которые в большей степени, составляя, я еще раз повторяю, 82% населения, в большей степени должны быть ответственны за сохранение единства, вот этой уникальной нашей российской цивилизации. Поэтому я действительно надеюсь на то, что надежда есть, она существует. Главное для этого два момента. Первое. Единство русских. Русские, объединяйтесь. Это сегодня самый главный лозунг сегодняшнего дня. А второй лозунг «Мир народам». Россия была, есть, я уверен, абсолютно точно, будет многонациональным государством, в котором спокойно, комфортно будут себя чувствовать все народы нашей Родины, нашего Единого Отечества. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Олегович, за то, что вы к нам сегодня пришли в гости. Спасибо. Как вы знаете, уважаемые друзья, сейчас Россия, российский дом вновь перед потрясениями, никакими не будут трудно сказать. Но вы знаете, что Дума выразила недоверие правительству, президент выразил доверие правительству. И сегодня состоялось расширенное заседание правительства, которое рассматривало вопросы, как нам жить дальше, и бюджета нашей страны, и вообще отношение правительства к тому, что случилось. И сейчас мы бы хотели вам показать фрагмент этого заседания, на котором выступил наш губернатор Анатолий Степанович Тяжлов. Дадим слово еще двум президентам. Президент Союза губернаторов России Тяжлов Анатолий Степанович. По пять минут. Уважаемый президент, уважаемый председатель правительства, члены правительства, участники заседания. Страна делает переход, который по своей революционной сути политических и экономических преобразований можно сравнить только с 1917 годом. И низкий поклон российскому народу и достойно глубокое уважение и его терпение, что этот переход проходит не по тому море крови, как это было 80 лет назад. Но это не врожденное великое терпение, это терпение, основывающееся на теплящейся надежде и вере, что те органы власти, которые народ создал, все-таки выведут страну на цивилизованный, нормальный путь жизни. В этих условиях все органы власти, президент, правительство, федеральное собрание, кроме выработки общих концепций, каждый должен был еще проделать свою, только ему предназначенную работу. В частности, федеральное собрание создать каркас государственности. К сожалению, работы на этом участке идут с катастрофическим отставанием. Только вчера президент получил возможность подписать закон о том, что же такое Государственная Дума. Что такое Совет Федерации, мы еще пока не знаем. Статья 117 законодателям не выполнена по формированию общих принципов руководства в регионах. То есть, если оценивать ту работу, которую должна была проделать Дума и Совет Федерации, ну, она выполнена где-то процентов на 15-20, свой участок работы. Правда, у нас еще есть полгода, и если заняться своим конкретным делом, засучить рукава, то можно России и народу дать государственное устройство, наконец-то. Я уже не говорю об отраслевых законах, которые бы стимулировали развитие экономики. Я вчера внимательно слушал выступления руководителей фракции Госдумы, вот этот набор перечисления фактов, что негативное в стране. Ну, я думаю, население это знает не от микрофонов, оно каждой клеткой все это ощущает ежечасно. Но вот тут ничего не сказано. Я могу еще добавить к каждому выступлению примерно половину этих негативов, которые знаем мы в регионах. Но я ждал, когда же будет финал, и скажут, что вот мы, фракция аграрная, работая на постоянной основе, за полтора года разработали прекрасный закон, который двинет аграрный сектор вверх. Но вот они, такие-сякие неумехи правительства, вот такую-то статью этого закона не выполнили, здесь не сделали, поэтому аграрный сектор пошел вниз. Ну, когда мы в конце концов будем говорить, кто за что отвечает? Регионы, которые непосредственно взаимодействуют с правительством, могут удвоить, Виктор Степанович, количество тех горьких слов, которые вам вчера было высказано, и в адрес членов правительства. Удвоить, но это рабочие моменты, потому что мы каждый день контактируем, и мы имеем дело сегодня с правительством профессионалов, с которыми можно работать, получить конкретное «да» или мотивированное «нет». Это не так, как раньше. Или я, или работники администрации, ну, иди в правительство, работай, решай вопросы. Приходят, ну, доложи, что ты сделал, что ты решил. Ну, что, был у министра Глазева Сергея Юрьевича, что решил? Ну, выслушал лекцию, что такое рынок, как международные взаимоотношения делаются во Франции, в Нидерландах, в племени Мумба-Юмба. Что решил? Ничего не решил. А здесь правительство профессионалов. Вас ведь, Виктор Степанович, в первую очередь, вам выразили недоверие вчера. Почему? Да потому что перемены намечаются. Потому что идет борьба за власть. Это нормальное явление. Она была вчера, сегодня, и завтра будет борьба за власть. Мы живем в таких условиях. Как она, эта борьба за власть? Потому что увидели, что идут перемены. Пусть население их не чувствует, но тот, кто понимает в вопросах, он видит, что пружина-то сжимается. Сжимается пружина. Что скоро она начнет раскручиваться и работать. Вас, вам выразили недоверие еще почему. Будущая предвыборная борьба будет строиться на критике существующего положения и правительства, и всей исполнительной власти. А премьер, вместо того, чтобы взять лопату, рыть окоп и над собой накаты, строить, вдруг делает ход, выходит и говорит, я вот стою в движении, наш дом, вот он я перед вами. Мните мне бока, народ. Я честно перед вами выхожу и борюсь. И этого блока кое-кто испугался. И вас еще, Виктор Степанович, выразили вам недоверие. Потому что в последних событиях, это не вы, Виктор Степанович, разговаривали по телефону. Это каждый час, каждая семья, каждый житель про себя шептал вот те слова этим бандитам, которые нужно было сказать, чтобы как-то этот вопрос решить. Они сопереживали. И появилось уважение к премьеру, у населения, у рядового, у массового. И вот этот вопрос надо было. В этой борьбе, вполне естественной, за властью, и этот вопрос надо было убить. Президент принял решение. Я высказываю мнение исполнительной власти семимиллионного региона. Я перебираю время, Виктор Степанович, но позвольте, Борис Николаевич, еще немножко. Что впереди кардинально надо бы сделать? Прежде всего, давайте позаботимся о тех людях, которых мы приглашаем на государственную службу. Вообще получается интересно. На всех внимания у нас все хватает, а на самих себя у нас не хватает. Я имею в виду, кого мы берем на государственную службу? Медсестру, учителя, врача, милиционера, военнослужащего. Мы же их приглашаем на государственную службу. Так мы им должны сказать, на какой срок, на каких условиях, дать им приличную заработную плату. Ну, чего мы делаем? На все у нас коммерсанты, пусть сами о себе заботятся. Коммерческие структуры. Но бюджетно, давайте, сколько есть, давайте отрежем. Ведь, понимаете, вот я последнее время анализирую свой рабочий день, ну, каждый из нас ведь это делает. Я посмотрел, 90% моего рабочего времени, это работа с врачами, учителями, работников, ЗАГСов, милицией и так далее. Вот это то, что мы называем бюджетной сферой. Мы же едины, мы в одной лодке. Вот все, и президент, и премьер, и медсестра, и врач, и милиционер. Мы все получаем от государства содержание заработную плату. Чего же мы сами о себе не заботимся? Это надо прежде всего решить. Второе, об источниках бюджета. Вы знаете, Виктор Степанович, вот на одном из совещаний, с заседаний правительства, вообще мне резануло. Премьер с трибуны на всю страну объявляет, а мы собираем налоги на 60%. Уважаемые, так чем мы тогда занимаемся? Если 60%, ну давайте соберем остальные 40%, и не надо будет тут драться и делить, сколько хватит и на врачей, и на учителей, и на оборону, и на всех. То есть, Борис Николаевич, надо объявить общенациональной идеей, программой, и убедить, и понять каждому, что в нынешних условиях. Это новые правила общежития. Это так, как в Америке. Если вскроется, что человек не уплатил налоги, это вообще уже человек за пределами общества. Это надо создать в общем такую ситуацию. Вот после вашего выступления, Виктор Степан, я приехал, ну простите меня за такой термин, значит, блатной может быть, решил навести шмон в полном смысле в нескольких районах. Кинул туда и казначейство, и АБХСС, и службы, значит, ну все, какие есть. Проверить, вот накрытый район проверить, точно. Около 60% собираем налоги. Причем где собирают? Налоговые службы федеральные, правильно. Они на 90% собирают налоги, где? На государственных предприятиях. Или на предприятиях, заканчиваю, Борис Николаевич, с государственным менталитетом. Потому что там система строгой отчетности. Надо объявить это как общенациональную идею и политику. А что касается правительства, для меня было неожиданно, когда вы, Борис Николаевич, вышли с кандидатуры Виктора Степановича, которого мы знаем как человека, поднимающего газовый комплекс. У меня тогда невольно просто родились 4 строчки. Ну они так, спонтанные были. Сквозь родовые муки Россия к свету выйдет, штурвал покрепче в руки. Газуйте, Черномырдин. Так вот я подписываюсь под ними и сегодня. Итак, всего доброго. Спасибо, что вы пришли к нам в наш русский дом. До встречи в следующий четверг. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok